Пробежимся каратинечко, потому что я не думаю, что какие-то способы по преодолению того, что может быть у вас нарушено, для вас вызовут какие-то серьезные затруднения. В силу того, что мы с вами видим себя регулярно, здесь большинство людей, тех, кто уже часто бывает, и очень многое вам уже знакомо. Скажите мне, пожалуйста, вот из тех изменений пищевого поведения на фоне вот таких изменений у кого-нибудь наблюдается на фоне интоксикации, знакома ли вам эта история, изменения привычек пищевых? Да, кто-то кивает головой, да, то есть изменяются ощущения вкуса. У кого-то бывают трудности глотания в связи с заболеванием? Да, ну мало, ну может быть, да, и трудности дальнейшего пищеварения. Отрыв привычного пищевого поведения от возможного. У меня есть определенные привычки и навыки, сейчас мы об этом поговорим, да, есть структура пищевого поведения, но нет возможности его осуществлять. В связи с тем, что я заболела, и многое становится, да, для меня существенно важно или недоступно. И на фоне этого отрыва может формироваться так называемая диетическая депрессия. Давайте вообще вспомним, что такое пищевое поведение. Это ценностное отношение к пище. Я даже не знаю, куда смотреть, и туда, и туда неудобно. И к ее приему. Это некий стереотип питания в обыденных условиях, либо в ситуации стресса. Он может у нас с вами несколько различаться. И это поведение, ориентированное на образ собственного тела и деятельность по формированию этого образа. Вот последняя сентенция, она может выскакивать парадоксальным образом. Зачастую, особенно мы, женщины, сталкиваемся с тем, что жизнь идет, мы меняемся, а образ тела у нас остается прежним. И что мы тогда делаем? Мы тогда стараемся избегать зеркала, а если сталкиваемся с ним, то и переживаем стресс. Потому что это не похоже на то, что застряло у меня в голове, не похоже на то, что я люблю в этом зеркале видеть. Что мы тогда с вами делаем? Поворачиваемся бочком, подтягиваем животик, наклоняем головку и всячески избегаем встречи с тем, что что-то изменилось в нашей жизни. Даже на внешнем уровне. Тем более, чаще всего мы игнорируем наши внутренние изменения, либо нам бывает трудно с ними поладить. Вернемся опять к пищевому поведению, которое включает в себя. С чего оно формируется? Установки, которые формируются чаще всего у нас с детства и достаточно устойчиво. Сказываются на формах поведения. Безусловно, формируют наши привычки. И очень важный параметр эмоций, касающийся еды. И все эти перечисленные факторы, они абсолютно индивидуальны для каждого человека. Пищевое поведение бывает адекватным, гармоничным или отклоняющимся, то есть девиантным. Вот если мы с вами точно знаем, что жирное мясо нам уже не полезно, но до смерти иногда хочется нарубиться шашлыка. Это проявление девиантного поведения. Зависит наше пищевое поведение от иерархи ценности. И мы сейчас рассмотрим, почему это мы можем начать есть жареное мясо, попадая в определенную обстановку. И от количественных и качественных показателей питания. Опять-таки мы привыкли есть пол ведра. Или мы привыкли именно тот или иной вкус употреблять. Допустим, нам больше это недоступно. И встает вопрос. Извечный вопрос человечества. Я ем, чтобы жить? Или я живу, чтобы есть? Ну, у меня, например, однозначно. Я живу, чтобы есть. И посмотрим, почему бы это у меня так получилось. Потребность пищи – это одна из первичных биологических потребностей, которая изначально направлена на поддержание гомеостаза. Вы все читаете слайды и видите и слышали сейчас прекрасную длинную лекцию о том, что, по идее, еда нам нужна для того, чтобы обеспечить себе энергией, строительным материалом для клеток. И созданием сложных химических соединений в нашем организме. Однако, зачастую, стиль нашего питания идет абсолютно вразрез. Таким, кажется, элементарным делом, как забрасывание в себя какого-то определенного количества калорий. Потому что наше пищевое питание, безусловно, отражает эмоциональные потребности и душевное состояние. Почему это так формируется? Ну, потому что, когда мама кормит нас грудью, или там какой-то период времени младенец испытывает чувство голода, если мама, почему-то начитавшись с полка, выдерживает определенные промежутки. Ну, все сидящие в зале наверняка по этой системе и были воспитаны. И пока младенец не получает вот этого удовлетворения и получения пищи, он испытывает выраженный дискомфорт. И очень быстро осуществляется эта сцепка в головном мозге. Комфорт питания, не только количество пищи и количество, да, мы же еще тогда не осознаем, с чем связано питание. Набил рот и желудок, успокоился. Это формируется очень рано, и потом очень трудно это осознается и трудно разбивается. Вот почему мы можем иметь диетическую депрессию или иметь депрессию на фоне того, что что-то изменилось, вкусовые пристрастия придется менять. А точнее, они уже изменились, да, под воздействием, например, химиотерапии. А привычка осталась. Осталась привычка есть вот это и столько, и от этого я чувствую себя хорошо. Вот это основной такой паттерн, на котором строится вся психологическая зависимость в процессе питания. Младенец усваивает, что его любят, и он защищен, когда получает еду. Потом это всячески подтверждается в течение всей нашей с вами жизни. Закрепляется эта связка. То есть, кроме поддержания гомеостаза, мы начинаем испытывать чувство расслабленности после приема пищи. Непосредственно получение удовольствия от прад вглатывания или вкусовых ощущений. Это переходит на коммуникативный уровень. Я доверяю этому человеку, я с ним кушаю. Видите, как много закреплений. Если мы вместе, значит мы и кушаем вместе. Самоутверждение. Я вот в лэнде закупаюсь, а кто-то в пятерочке. То есть, переходит уже на социальный уровень взаимодействия с едой. Познание. Я приехала в другую страну, мне любопытно, как они в этом смысле. Я начинаю есть что-то такое, что дома не потребляю. Поддержка ритуала или привычки. И все это является некой компенсацией, некой наградой и потребностью в чувстве защищенности. Ну и удовольствие, эстетическая потребность тоже в этой иерархии может находиться. То есть, мы переходим в разряд психологических и социальных потребностей. Из безусловной биологической составляющей уже переходим на наш с вами человеческий уровень. Снимаем психоэмоциональное напряжение, наслаждаемся. Гедонисты, наслаждение, как сама цель в иерархии, потребности имеют на первом месте. Общение и самоутверждение в социуме, идентификация в среде. Ну вот кто-то сегодня говорил о том, что пост и мясо нельзя. Когда мы придерживаемся каких-то норм, мы, собственно, находим рамки своей идентичности. Какой я, что для меня ценно, как для человека некоего социума. Ну и компенсация неудовлетворенных потребностей в родительской заботе. Это, пожалуй, база и основа, а все остальное производные ее. По большому счету, в свое время мы с вами формируемся именно вот в этой связке. Да, мне плохо я поел, мне стало хорошо. Международная классификация психических болезней 10-го пересмотра, которые действуют в России в расстройстве к приему пищи. Но вы читаете, да, наверное, имеет такие подразделы. Там есть нарушения, но скорее это нарушения психического порядка. Здесь не идет речи, ну разве что, раз творчество приема пищи не уточнено, речь не идет о том, что человек болен и подвержен внешним воздействиям. Поэтому мы будем к этому апеллировать. И, в общем, нам деваться некуда. Все, что связано с коррекцией пищевого поведения, лежит вот в рамках изучения этих вопросов. Но у нас-то с вами есть причина, да, иметь вот эту нестаковку, отрыв пищевого поведения от того, что нам сейчас доступно. И лучше нам с вами находиться в другой категориальной сетке, говорить об эмоциогенном пищевом поведении, об экстренальном пищевом поведении. И одной из его вариаций – ограничительное пищевое поведение. Особенности экстренального пищевого поведения в том, что человек реагирует не на внутренний стимул, а на внешний. Почему-то для него несущественны внутренние порывы и позывы. Не умеет он считывать и реагировать на такие показатели, как подлинное чувство голода, с сахаром, какие-то могут быть проблемы, что у нас еще, да, глюкоза, жирные кислоты, пустой желудок. Для человека эти импульсы внутренние несущественны. А существенно для него то, что он видит вокруг себя на прилавке. Увидел красивую конфету – сразу ее в рот. То есть сугубо внешний стимул управляет пищевым поведением этого человека. Это вот из разряда перееданий за компанию, вечных перекусов, потому что шел мимо, почему бы не съесть, и покупки лишних продуктов. На этом построен весь маркетинг. На привлекательности, привлечении того, что нам хочется. Такая, знаете, тяга – потреблять. То есть буду есть, пока не закончится, никогда ни от чего не откажусь. У таких людей запаздывает ощущение сытости. Нарушена вот эта взаимосвязь. Я уже сыт. Нет, я буду есть, пока что-то не останется на тарелке. Эмоциогенное пищевое поведение. Ну, 30% населения этим страдает. Все женщины, которые выглядят как я, то есть эмоциональные, полноватые, скорее всего, относятся к этому типу. Ну, бывает, что и мужчины тоже, и люди с отсутствием избыточного веса тоже к нему относятся. В данном случае стимулом приема пищи является не голод, а эмоциональный дискомфорт. Я разотражен, подавлен, я в тревоге, я обижаюсь, и я заедаю свой стресс. Вспомните, да, стресс – это то, что происходит с нами бесконечно, это профилактировать невозможно. Скорее речь идет о людях, которые на стресс реагируют плохо. Они не научаются в формате стресса преодолевать трудности, а сразу уходят в себя, начинают горевать, и такие люди с эмоциогенным пищевым поведением заедают свой стресс. И еда действительно приносит успокоение. Ну, мне, по крайней мере, это безусловно так. Другая вариация на тему – ограничительное поведение. Вот наела я 5 килограммов и кинулась резко сгонять. Хаотично, жестко. Либо себя ограничиваю в чем-то, ем одну гречку, либо вообще ничего не ем. Надолго мне не хватит, конечно же, потому что наступит эта самая диетическая депрессия, будет срыв, и нехорошо мне и в той, и в другой фазе. Мне плохо, потому что я не ем и насилую свою природу, и мне, конечно же, плохо, потому что я сорвалась, и очень виновата в этом смысле. Для диетической депрессии, как и для всякой депрессии, повышенная раздражительность и утомляемость, напряженность, постоянную усталость, агрессивность, враждебность и тревожность – это такой симптомокомплекс. Ну, еще прибавляется чувство вины на то, что я себя неправильно веду. Потому что я, в общем-то, нарушаю свое естественное стремление кушать изобильно и необдуманно. Что же в детстве формирует в нас вот этот эмоциогенный пищевое поведение? Как правило, вообще спросите себя, вспомните свою родительскую семью. Речь идет всегда о семье, у которой доминирующую роль в жизни семьи играет питание. Ну, примерно мы все с вами в зале одного возраста. Ну, кто у нас растел? Да, бабушки. Бабушки голодали в детстве, голодали в юности, голодали в зрелости. Что было доминирующей идеей проявления любви? Ну, конечно же, накормить. Моя бабушка сибирячка, пока ступельмешек меня не скормит в моем раннем детстве. Мы обе не будем счастливы, пока это не произойдет. Но это же очень раннее закрепление этого симптома. Потом, помните, не плачь, скушай конфетку. То есть любой физиологический или эмоциональный дискомфорт. И это вот наша такая традиционная, постреволюционная история, обесценивая психологической симптоматики. Не плачь, не мешай, веди себя прилично, съешь лучше конфету. Опять закрепили вот этот эмоциональный дискомфорт. Забивается, как будто это голод. Забивается чем-нибудь вкусным. В какой семье, у кого из вас в семье формировалось адекватное обучение эффективному поведению в период стресса? Кому из вас говорили, поплачь, потом пробегись вокруг дома, тебе станет легче? Ну, конечно же, трудно было требовать этого от наших родителей в условиях тотальной психологической безграмотности. Нарушение взаимоотношений между матерью и ребенком. Это не про то, что мать плохая. Опять-таки, мать занята. Помните, как быстро мы попадали в ясли и в садик. Помните, как замотаны были наши работающие матери в очередях, вечно простаивающие. И, конечно, на фоне такой хронической усталости покормить, одеть, обуть и уложить. И не вникать в наши потребности. Если кто-то жил в конфликтных семьях, это тоже фактор риска при нарушенном пищевом поведении. И вот эта вот бабулина моей, моей обожаемой бабушке, это история, что не выйдешь со стола, пока тарелка твоя не будет пуста. Тоже наш привычный момент. Так вот, когда мы попадаем в условия заболевания, когда мы вынуждены ограничиваться в питании или менять набор продуктовой корзины, но ведь все эти факторы входят в, безусловно, внутренний конфликт. От этого, собственно, мы и страдаем. И, конечно, особенности личности. Чаще всего избыточно питаются люди, склонные к тревожному реагированию. И люди неуверенные в себе. И тогда речь идет уже об ожирении, и тогда уже придуманы гипотезы на стыке социального научения и концепции стресса. Но речь всегда идет о том, что следствие заученной неспособности к развлечению чувства голода и состояния тревоги и является тем, что в результате чего человек реагирует на стресс, как на голод, увеличением потребления пищи. И таким образом, как мы будем контролировать, как мы можем контролировать вот этот стресс, когда наши привычные пищевые, наши пищевые привычки входят в клинч с новым, да, вот этим, с новой вводной. Я пациент, я должен себя ограничивать. Ну вот, нам придется вернуться к нашей психологической категории минимальному анализу. Нам нужно будет научиться разделять наши телесные переживания, то есть ощущения голода, вообще ощущения, которые нас окружают, на нас сказывают наши ощущения по поводу взаимодействия с окружающими стимулами, наши мысли по этому поводу и то, что я в связи с этим чувствую. И пока мы будем учиться разделять эти паттерны, мы, значит, в рот ничего не засовываем. То есть я действительно голодный или я сейчас переживаю тревогу. С чем связана моя тревога? Я хорошо знаю, что я думаю по этому поводу, а что я еще в связи с этим чувствую? Я чувствую тревогу, но кроме этого я еще и чувствую страх по поводу этой тревоги, да, и чаще всего страх связан с тем, что если я сейчас это все не съем и не проглочу, то, наверное, больше мне это не удастся сделать никогда. То есть мы начинаем исследовать себя и свой внутренний конфликт в связи с тем, что возникли изменения пищевого поведения, а есть устойчивые привычки. Ну, есть целые программы коррекции пищевого поведения. Чаще всего они, конечно, направлены на борьбу с лишним весом или с нервной анорексией, да, как отрицательной его модальностью, но всегда речь идет о том, что придется рассмотреть свой образ жизни, в нашем случае вновь обретенный образ своего я, свою объективную самооценку, подкорректировать, отрастить уверенность в себе, пересмотреть систему своих ценностей, но в нашем случае это достаточно просто, да, я хочу жить, и я хочу жить качественно, и развить, как ни странно, способность к эмпатии. Зачастую неумение ладить с окружающими провоцирует дополнительную стрессогенную нагрузку и вызывает панические приступы объедания. Или иногда, да, в нашем случае, панический отказ от еды, чтобы не стало, что тоже не полезно. Ну и можно начать налаживать навыки эффективного общения, что, в общем, всегда хорошо сказывается на любую тяжелую ситуацию. Ой, время уходит так. Ну, нарушение процесса питания тут особо ничего такого интересного, да, либо мне глотать сложно, либо я перевариваю плохо, либо я там после того, как поела, мне становится значительно хуже. И важная категория – это время. Всегда, когда мы сталкиваемся с какими-то своими проявлениями, начинайте наблюдать, как долго это со мной происходит. Потому что, если это приходящая ситуация, день-два, то возможный пересмотр пищевого поведения, как слом всех ваших установок, вам и не грозит. Тогда и полегче. Если речь идет о неделе до четырех недель, ну, это уже звонок, придется данным собой поработать. Когда вы переходите в хроническое состояние, когда абсолютно необходимо пересматривать пищевые привычки, ну, в общем, если это дается с трудом, то хорошо бы обратиться к специалисту, который вам, как внешний наблюдатель и, в общем-то, уверенный пользователь программ может в этом помочь. Сопровождающие симптомы для тех, кто имеет эти нарушения, наверное, и так знакомы. Вы знаете, с чем у нас с вами это связано. Побочные эффекты медпрепаратов, обязательно психологические проблемы. Все мы с вами находимся в поле дистресса пролонгированного, как люди, столкнувшиеся с ситуацией заболевания. Все остальное, да? Вам же хорошо видно, вы прочитали, я не буду зачитывать все подряд. Так вот, психологическим, основной психологической проблемой становится то, что формируется страх, который затрудняет вообще взаимодействие с едой. А мы с вами помним, что базовая составляющая – это я поел, я в порядке. Так вот, если я поел, я не в порядке, сталкивается с этой потребностью, я в порядке. И вот с этим страхом и приходится работать, если люди обращаются за помощью. Понятно, что медицинские все препараты вам назначит лечащий врач или гастронтриолог, но и с учетом того медикаментозного лечения, которое вы уже получаете. А в краткосрочном формате психологического сопровождения, как правило, работает когнитивная терапия, особенности которой многие из вас слышали неоднократно, знают, как это работает, кто-то из собственного опыта. Все, кому это важно и нужно, пожалуйста, подключайтесь. Это действительно краткосрочные работы от 3 до 5 раз, иногда 7. Если у кого-то есть трудности с пищевым поведением, пожалуйста, в институте онкологии и служба психологическая с этим тоже работает. Это не совсем не то. Да, если вы решили самостоятельно справляться, но если у вас вообще есть такая проблема, то придется освоить вот все эти, весь этот перечень. Гигиена пищевого поведения, ну вы знаете, как никто, да и сейчас слышали об этом, что это очень важно, отслеживать и учитывать качество продуктов, которые вы употребляете. На психологическом плане минимальный анализ, почему я вообще должна этим заниматься, с чем это связано, насколько это важно для меня, действительно ли это важно для меня, какие чувства это у меня вызывает, что я могу сделать с этими чувствами, чтобы их изменить, то есть минимизировать, да, снизить напряжение эмоциональное. Очень важно соблюдать режим дня, контролировать время приема пищи, снижать тревогу с помощью тех методов, которые мы с вами бесконечно обсуждаем. Ресурсное место, релаксация, парадокс, да, пример парадокса. Да, я не могу больше есть любимые продукты, но смотрите, как я похудел, ну один из примеров. Ну и контроль стимула, это переключение на эстетику, еды, если у кого-то затруднения с приемом пищи, помните бабушки блокаду для того, чтобы компенсировать отсутствие объема пищи, устраивали ритуализацию приема пищи и ради единственного черного кусочка хлеба накрывали на стол, выкладывали красиво приборы и этот маленький кусочек поглощали с чувством, с толком, с расстановкой и в общем это действительно способствует процессу насыщения. Да, если я привык есть по многу, а мне это больше уже нельзя, я могу немножко с собой поиграть, могу ритуализацией подменить количество потребляемой пищи. Ну и при субъективной недовольтворенности пищевым поведением в условиях течения заболеваний полезна и показана психотерапия. Пожалуйста, обращайтесь, кому это нужно. Ну, на сегодня у меня все. Спасибо большое. Спасибо вам. Если нет никаких больше вопросов... Один вопрос, Маргарита Валерьевна. Все-таки стресс, какая-то критическая ситуация, он может быть глупый, но что хуже, когда человек много ест или он вообще ничего не ест? Или это однозначно то и другое плохо? Плохо то и другое, конечно. По крайней мере, переесть до такой степени, как не доесть, наверное, мы не сможем. Но переем будет тяжело. А когда человек вообще просто отказывается от пищи, человек отказывается от пищи... Да, это плохие показатели, это уже нужно работать с психологом. Ну, вы же только что слышали блистательную лекцию о том, что в нашей организме, как часы, да, все должно быть вовремя получено и переработано. И с избытком еще как-то справляемся, ну, уходит в жир, уходит, ну, ходить тяжело. А вот с недостатком, ну, врачи как никто понимают, а люди понимают на своем, да, опыте, что это истощение, истощение всего, и в головах уже работает, да, и рот завязывается узлом. То есть, конечно, не доедать, особенно в условиях болезни, ну, это наносить себе вред, непрямое суицидальное поведение называется. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.